Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Наталья. Прошлым летом я проходила плановое обследование в больнице и сдавала кровь. И когда я сдала кровь, я была уверена, что я здорова, что у меня нет никаких болезней, просто подлечу здоровье и пойду домой. И вызывает меня врач к себе в кабинет и говорит, что Наталья, мы нашли у тебя гепатит С. Для меня, конечно, это было почти как шок, потому что я 100% знала, что гепатита С у меня нет. Я заставила врачей еще раз пересдать кровь, чтобы они сделали более развернутый анализ. Они мне взяли еще раз кровь, но, к сожалению, диагноз подтвердился. Мне поставили гепатит С и сказали, что надо проходить лечение, чтобы этот вирус не начал разрушать мою печень. Потому что я пошла в УЗИ, печень у меня была в хорошем состоянии. Когда я вышла из больницы, когда мне второй раз уже сказали, что мой диагноз подтвердился, скорее всего, что он уже есть этот гепатит, что он в моем теле, я, конечно, была очень расстроена. Я не понимала, почему, потому что я не хотела этого, я не хотела болеть, потому что в тот период меня волновало совершенно другое. Меня волновало здоровье моих близких и родных. Поэтому я сосредоточилась, чтобы лечить своих родных, а себя ставила на потом. Думаю, потом еще раз пересдам анализы, пойду в больницу, если надо будет, и пройду курс лечения. Около года я не ходила в больницу, не проверялась. Рождался звонок и предложили пройти курс лечения бесплатно. Говорю, хорошо, я все сделаю, соберу все документы, я пройду УЗИ, я пройду анализы. Но чуть попозже, потому что у нас намечалась Пасха, молитвенное служение на стадионе. Но мне не было времени пойти и заняться собой, чтобы сдать эти анализы и пройти лечение. На молитве, когда наш епископ Андрей Георгиевич молился за исцеление, попросила, чтобы моя кровь была очищена, чтобы в моем организме не было этого гепатита. Я не хотела лечиться, я понимала, что Бога намного больше. Потом все-таки я решила пройти лечение, мне позвонили, еще раз предложили, я согласилась. Первым делом я пошла в больницу и сдала анализы, чтобы мне уже точно поставили, есть ли у меня гепатит, и на какой стадии он находится у меня. Когда мне вечером пришли анализы, я открыла, ну, эти анализы пришли мне на телефон, на почту, я открыла и увидела, что гепатита в моем теле не обнаружена. Я сразу позвонила мужу, смс-ки, он тогда был в Пишетравенске, сказала, что смотри, мое тело, ну, моя кровь, она абсолютно чистая, потому что мой Бог, Он верил. Тем словам, которые Он обещал, что если вы просите, Он это будет в вашей жизни. Нету, гепатита нет. Когда я получила, конечно, результаты, я ходила целый день, молчала от того, что, ну, мое сердце, моя внутренность переполняла радость, я даже не могла ничего говорить. Мое сердце, оно очень сильно переполнено благодарностью моему Богу за то, что Он совершил в моем теле, за то, что Он полностью восстановил мой организм, и в моем организме сейчас нет никакого вируса. Я очень благодарна своему епископу, что Он поднимает веру в моем сердце через эти молитвы, через эти большие собрания. Я верю, что очень много чудес еще будет в моей жизни на таких собраниях, на таких молитвах. Дорогие братья и сестры, я убедительно вас приглашаю посещать эти молитвы, конференции помазания, и чтобы с верой в вашем сердце верить и ждать, и ожидать, скорее всего, доверять Богу, что Он совершит свои чудеса в вашей жизни и в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова